Так, раз, два, три, с добрым утром, друзья. Компания FTM Brokers, меня зовут Евгений Каташов. Давайте посмотрим, что нам готовит рынок Forex на сегодня с точки зрения зон маржинального обеспечения и с точки зрения объемов. Объемы смотрим всего контракта, объемы смотрим текущей недели, прошедших недель, динамическое изменение объемов, а также смотрим на то, какие точечные вливания мы с вами можем отследить. Я включаю сейчас демонстрацию, пожалуйста, поставьте плюсики о том, что вы видите экран, все вижу. Поехали. Итак, смотрим, что у нас происходит по еврику. Еврик замечательно отработал, объемы контракта находятся выше текущего положения пары. В принципе, рассматриваем пока по долгосрочному такому сценарию только работу на продажу. Выход из этого флета у нас произошел вниз, диапазон снизу достаточно сложный, достаточно сильный, но прямо сейчас в ходу мы его так пробили замечательно, поэтому те, кто любит там зеркальные какие-то уровни, 1.15, 1.15.20, это диапазон для того, чтобы поискать новые точки входа на продажу. Вот по такому долгосрочному прогнозу по вот этим самым диапазонам. Теперь смотрим на то, что происходит у нас по среднесрочной торговле, смотрим объемы недели, смотрим, что они нам показывают. Итак, на этой неделе максимальное скопление объемов значительно выше текущего положения пары. В принципе, от этих объемов мы с вами замечательным образом продали и сегодня получили оба тейка на обновление минимума и на недельной контрольной зоне золотого цвета. Долго-долго ждали, красивый паттерн, хорошая защита, точное вливание, точка входа, полетели, 120 пунктов, 130 пунктов, как с куста забрали. Все красиво, все замечательно. Что делать сейчас? Ну, по идее, от отката мы опять же обязаны работать на продажу, но очень много мы сегодня уже прошли. Насколько будет этот откат? Будет ли там паттерн? Будут ли какие-то точные вливания? Ну вот интересный момент. Но это и момент по защите вот этой зоны пока пробивает, пока все-таки мы не окажемся ниже, ничего делать не нужно. Я бы рекомендовал сегодня по еврику не делать ничего. Закрыли, получили прибыль, все красиво. Всем спасибо, как говорится, все свободны. Переходим к следующему инструменту. Следующий инструмент у нас это фонд. По долгосроку у нас здесь все выглядит по шарповому. Объемы контракта максимальные, расположены выше текущего положения цены. Следовательно, думаем только о продажах. Среднесрочная тенденция у нас точно так же шарповая паттерна. К сожалению, здесь не было. Наши прогнозы и рекомендации вчера были на откате в диапазон выгодных цен. Поискать точку входа, паттерн и постараться продать. Лично я на официальных счетах нигде этим делом не смог заняться, подцепиться. Мелкий паттерн даже был по М5. И эти картинки ребята присылали. Вот она сила нашего софта. Пожалуйста, здесь и ложный пробой. Вот таким вот образом замечательно нарисован. Раз, два, три. Перебили. Мы говорили, что не важно какая красота. Вот он был, откат. Полетели. И паттерн 1, 2, 3. Все. Вот они были точки входа по М5. Всего лишь те, кто воспользовались. Заработали замечательным образом. Все тейки получили. Что делать сейчас? Но опять же необходимо ждать откат. Откат минимум. Повторюсь. У нас до зоны 1,4. Это 64 пункта. Это самый минимальный откат, по которому мы обязаны работать на продажу. Любой откат мы должны воспринимать как точку входа на продажу. Смотрим, как у нас выглядят объемчики. Посмотрим объемы недели. И эти объемы недели. Вот они где находятся. 1,2946. В принципе, это на будущую неделю у нас будет таким балансом. Ну, а пока обращаем внимание также вот на это скопление объемов. Не сказать, что оно максимальное. Но много здесь всего интересного. Поэтому, я думаю, откат в 1,2854, 1,2890. Здесь поиск точки входа на продажу будет хорошим моментом таким для того, чтобы подойти. Но опять же, скорее всего, это все будет на следующей неделе. На сегодня сходить вверх, нарисовать паттерны, пойти вниз. Но вы понимаете, что это слишком рискованно, слишком долго. Поэтому туда, скорее всего, тоже будем пропускать. Австралийс. Момент, который меня выступил. По-хорошему, так скажем. Да, получил стоп. Стоп был. Менее 10 пунктов стоп. Вот здесь был вход. Это по вчерашнему. И мы рекомендовали как бы работать. Если работать, то очень осторожно. Что у нас произошло сейчас? Смена тенденций. И замечательная отработка уже недельной контрольной зоны противоположного цвета. Мы не работали эту ситуацию по нашей методике. Что мы обязаны делать сейчас? Сейчас мы обязаны работать к новым целям. Новые цели. Это неделька золотого 0.72.65. Проверим. Все видно? Видно, экран идет. Значит, работаем на продажу. Цели обозвали. Сколько у нас должна быть коррекция? Минимум 30 пунктов коррекция. Как максимум, пунктов 70. Вот такие сценарии, варианты работы на сегодня мы должны использовать. В качестве подтверждения, откуда входить, мы посмотрим на объемы. И вот видите, точное вливание. То есть 0.7364, 0.7376. Это с точки зрения объемов усиление того самого диапазона, где мы должны искать точку входа на продажу. Это где-то 50 пунктов. В принципе, это в середине диапазона выгодных цен. Софт пока не отрисовывает эту ситуацию. Но после того, как коррекция пройдет хотя бы 50% до зоны 1.4, но они, эти самые зоны у нас здесь появятся. И мы будем работать на продажу. Опасна сама по себе эта продажа. Вот мы находимся в таком флете. Очень узкий флэт. На протяжении месяца мы погуляли всего 170 пунктов. Даже 2 месяца, если учитывать с 15 июня. Сегодня уже, дай бог, 10 августа. 2 месяца Австрал походил на 170 пунктов. Сложно в таком месте зарабатывать, но сейчас обязаны работать на продажу. Переходим далее. Пара новозеландский доллар против американского доллара. Ничего интересного не скажу по той самой причине, что ситуация полностью аналогична тем инструментам, которые мы прошли. Идет шартовое движение. Здесь кто заработал. Понятно, что мы закрывались на этой недельке. А поработать к недельке серого цвета. Цели у нас вчера стояли 66.28. Цели-то достигли, но заскочить в эту сделку мы не смогли. Сейчас целями у нас является котировка 0.65.74. Мы должны дождаться коррекционного отката. Порядка 28-30 пунктов минимум. Как максимум опять же 60 пунктов. И поработать на продажу к зоне золотой. Смотрим, как объемы здесь у нас выглядят. У всего контракта объемы сверху. Следовательно, мы обязаны работать только на продажу, о покупках. Не думаем о том, что у нас происходит на этой неделе. Мы видим максимальное сосредоточение объемов сверху. Каждый из вот этих диапазончиков также вызывает интерес в качестве того, чтобы усиливаться и от них потом продавать. То есть 66.53 интересные проторговки вот здесь. 66.21. Но это мы понимаем, чем вызвана эта недельная зона. Это, скорее всего, выходы из позиций. Мы с вами поговорили. То есть вот такой сценарий. 35-40 пунктов минимальный откат. И работаем на продажу. Цели тоже, по-моему, обозвали. Но давайте повторюсь. Это 65.75. Это первая цель. Следующий инструмент. Доллар против йена. Первый инструмент, на который более-менее пристальное внимание сегодня обращаем. Почему? Давайте посмотрим, что у нас с объемами контракта. Смотрим весь контракт. Обратите внимание, мы сейчас находимся на этих самых максимумах. По сути, обязаны использовать этот диапазон. Как, ну, диапазон отбоя. Вот таким образом поработать было бы очень и очень неплохо. Смотрим, как у нас выглядят объемчики по недельке. И здесь есть недостаток от сегодняшнего входа. Обратите внимание, максимум объемов 110.95. Если мы будем входить от четвертинки, значит, мы уткнемся в эти самые объемы. Поэтому работать от четвертинки. Вот от этой области, которую мы можем выделить. То есть, вот здесь были остановки. Смотрите, какие. Вот сейчас вот такой диапазон проводим. Расширяем его. Вот он. Очень-очень важный диапазон. Это диапазон борьбы глобальной. Не именно на этой неделе. То есть, здесь мы так стояли. Здесь мы так отбивали, стояли. Здесь два-трижды тестировали. Сейчас у нас здесь четвертинка. Вот он вам вариант поработать на сегодня. Но объемы входа сделок уменьшаем. Так как вот тут у нас тоже есть такой интерес. Значительный. Много объемов. Поэтому очень аккуратно при подтверждении паттерн точечные вливания смотрим. В динамике объемы не смотрим. Потому что, ну, что их смотреть. Одна свеча. Понятно, где они будут. Да вот они, точечные вливания. Вот здесь и будут эти самые объемы. Поэтому очень аккуратно по паттерну и по точечным вливаниям пытаемся из указанного диапазона продать. Еще раз повторим котировки этого диапазона. 111.10, 111.30. И целями этих продаж будет обновление вот этих минимумов. Тоже замечательный момент. Смотрите, какая. Вот прям вот отсюда берем. Вот это цель номер один. Вот этот диапазон. Просто для себя проведите какой-то диапазон, на который мы сильно так реагировали. Это цель номер один. Цель номер два у нас 110.17. Более того, у нас еще вот эта зона. Вот эта зона еще живет, действует. Она тоже нас останавливает. Ну, то есть очень тут много всего интересного. Борьба идет. Но пока в этой борьбе мы должны вставать на сторону продавцов. О покупках думать не нужно. Пара доллар против канадского доллара. Пара, в которой, скорее всего, нас сейчас может выступить. Идеи и прогнозы у нас были. Из всего этого диапазона продавать. Тенденция значительная. Ну, не то что значительная. Достаточно долго у нас идет. Вот эта тенденция. Работали, работали, работали на продажу. И вот этот момент. Мы тоже постарались поработать на продажу. Но, скорее всего, отработал вот такой момент. И сейчас отсюда, возможно, пойдут покупки. Целями этих покупок с технической точки зрения будет обновление максимумов, которые у нас были в середине, в конце июля. Да, 18-19 число. Смотрим, что мы обязаны делать сейчас. Ну, покупать все равно еще не имеем права. Будет закреп выше зона 1 и 2. Мы на откатах будем покупать. Это для нас будет хорошим сигналом. Сейчас я сижу в продаже. Стоп вот сюда. Выбит, не выбит. Под вопрос. Если будет забираться этот стоп. Аудио у нас цели какие-то достиг. А, ну, обновляет дальше минимумы. В общем, если будут обновляться вот эти максимумы, будут забирать мой стоп, ну, будут с понедельника, в следующей неделе пытаться работать на покупку. Объемы всего контракта здесь расположены вот таким вот у нас образом. Вот они максимумы. Поэтому для более лучших покупок нам желательно вообще уйти выше вот этого скопления. Вот куда-то сюда. И со следующей недели вот таким образом поработать. Это скопление выглядит у нас, находится по котировкам 1.3132, 1.131.50. Это важный диапазон. И самые лучшие покупки, помимо закрепа выше зоны 1.2, это будут покупки после закрепа выше вот этих самых объемов. Недельные объемчики у нас выглядят следующим образом. Вот баланс на будущую неделю. 1.3064. Будем сегодня находиться выше. Ну, сейчас вообще нет смысла продавать. Мы выше баланса. Только те, кто зашли в сделку, сидим. Кто не зашел, ну, сейчас получим, скорее всего, этот стоп. А новых сделок открывать не нужно. Швейцарец. Инструмент, который также меня выступил. Да, евро дал заработать 1.4. По астралу стоп, по швейцарцу стоп у меня, да, на этой неделе. По сути, вот по прогнозам, которые мы с вами выдаем в этих обзорах. Ну, почему выступил? То есть я поставил стоп вот за этот максимум. Только что получил стоп. Те, кто поставили стоп за основной максимум, ну, пока еще сидим, но что-то непонятное происходит. Мне абсолютно не важно, что там происходит, потому что зачем на это дело смотреть. Это себя уже отработало. Работаем по тем ситуациям, которые у нас есть. Значит, те, кто ставит стоп вот сюда, сидим. А вдруг и не выйдет? А вдруг цена пойдет вниз? Все может быть. Абсолютно никаких проблем. Куда захочет, туда и пойдет. Наша задача подцепляться. Мы постарались подцепиться к вот этому южному движению. Да, но сейчас по факту видим, что с большой долей вероятности оно закончится. Вот этот максимум-то мы обновили. И глобально это, блин, опять же, ведь это ложный пробой. Пробой, на который мы не очень сильно обращаем внимание. Закрепимся выше зоны 1 и 2, то, ну, вот так уже будем работать далее. Как выглядят объемы у нас у всего этого движения? Весь контракт открываем. Правая сторона. На графике смотрим. Т-д-д-д, ушли выше. Опять же, сейчас продавать нельзя. Нельзя. Вот у нас были котировки, где мы пытались продать. Ну, сейчас не нужно продавать. Ждем закрепа выше. Это, скорее всего, будет у нас таким диапазоном сопротивления, откуда мы потом постараемся в будущем купить. На этой неделе, как у нас распределялись объемы? Тоже смотрим. 0,9950. Это верхняя граница скопления всех объемов. Поэтому на будущую неделю это точно так же для нас баланс. Скорее всего, после закрепа. То есть, если закрепимся выше недельки, то тыдынь, вот таким образом работаем. Если все-таки не закрепимся выше, сказал недельки, выше одной второй, то пойдем вот так на следующей неделе на откате, опять же постараемся поработать на продажу. То есть, варианта у нас всегда два. Мы ни за какой вариант не держимся. Нам абсолютно все равно, куда пойдет цена. Хоть вверх, хоть вниз. Мы будем зарабатывать и на том, и на том, какое движение есть. Гадать, какое будет, не нужно. Какое движение есть, к такому движению. И присоединяемся. Сейчас у нас есть продажа. У кого-то у меня продажа эта отстопилась. Опачки. Терминал вылетел, ребят. Сейчас, секундочку. Я загружу терминал еще раз. И мы с вами, у нас осталось посмотреть только объемчики. Ну, у меня здесь интернет, ребята, довольно слабый. Только по этой причине можно летать. Здесь связь идет. Все замечательно. Так, смотрим, что у нас. Золото осталось. По золоту. Это тот момент, в котором мы сидим в стрелке. Вместе с вами в прямом эфире. Вчера входили. Все замечательно. Все по фэншую. Сколько тут? Ну, уже пунктов 80-90. Мы уже, в принципе, заработали. Что мы делаем дальше? Новых сделок открывать не нужно. Только сидим в старых сделках. Целями этих старых сделок. 1204 обновления минимумов. Ну, и неделька новая, золотая. Я не знаю, дойдем, не дойдем. 1188.78. На обновлении минимумов, на тесте золотой недельки, я лично буду закрывать половину своей позиции. Смотрим, что у нас происходит по объемам всего контракта. Ну, вот он только начался. Ну, в принципе, мы отсюда продали. Это баланс на весь, во-первых, текущий месяц. Ну, и будем обращать внимание теперь на недельный еще. Понедельничка. Ну, все совпадает. То есть, на будущую неделю котировки 1211, 1213, 1214. Это такой баланс, откуда мы снова будем продавать. Если уходить будем выше зоны 1,2, то это будет баланс, откуда будем покупать диапазон. В принципе, все. Мы с вами посмотрели. Что-то жесточайшее происходит у нас с баксом. Куда-то мы замечательным образом летим. Но самое главное, что по большинству инструментов весь этот полет в нашу сторону. Значит, нам хорошо. Потому что там, где нас отступило, быстренько отступило. А там, где мы сидим в сделках, тянем, 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 тянем. И мы пытаемся заработать. В принципе, все. Да, вопросов как торговых нет. 15 минут. Быстренько посмотрели. Пятница. Ребят, сильно не торгуйте. Потихонечку. Я думаю, новых сделок сегодня я лично открывать не буду. Буду тянуть только то, что висит. Всем профита. Поменьше стопов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok